Привет, друзья! Сейчас мы с дочерью находимся на Славянском пляже. Это самая южная сторона пляжа. Ещё чуть-чуть, и можно дойти до тоннеля в сторону города Беччи. Но в Беччи мы уже с вами были. Об этом есть видео на канале. Ну, а если вы не смотрели, то посмотрите. Славянский пляж бесплатный, муниципальный. И я вот ни разу не видела, чтобы его кто-то убирал. Чтобы были какие-то специальные рабочие. Если сами туристы за собой не уберут, то мусор так и будет валяться. Сами видите, сколько тут птицы всякой припормлено. Они по-черногорски чирикают? Или по-нашему тоже? По-ихому. В этой стороне пляжа находятся различные аттракционы. Такие как тарзанка, полеты на парашютах, гидроциклы, катание на банане, на водных лыжах. Ну и другие, как я считаю, экстремальные виды развлечения. Прикормленные здесь, что ли? Не боятся людей. Рассматриваю отель миллионеров. Вот близко смотреть на них. Мне кажется, им смотрят они очень неудобно. Ну там внутри все в золоте, наверное. Может сделали бы бассейн на местах вверху, они же не сделали? Может и есть. Это виллы миллионеров. Те, что когда-то начинал строить российский бизнесмен Сергей Полонский. И который обанкротил стройку, обманув многих инвесторов на крупную сумму денег. И достраивала эту стройку совсем другая фирма, выкупив строительство за 1 евро. Красная точка и горит, значит записывает. Пляж здесь усыпан крупной галькой и вход в воду тоже галечный. Лежать тут неудобно и босиком ходить тоже никак. Нужно надевать специальную обувь. Тут есть, конечно, лежаки, но они платные. Но очень много людей лежат на полотенцах. Все-таки таких людей больше. Здесь на пляже полно наших соотечественников. Русская речь слышна отовсюду. Пляж очень переполненный. Народу вот и сейчас очень много. В конце июня, начале июля. А что будет здесь в августе, боюсь даже представить. На горизонте мы видим остров Святого Николая, который местные называют Габаями. Про него у меня тоже есть обзор на моем канале, можете посмотреть. А вообще, славянский пляж местные называют Словацким. Это наши русские его переименовали. Когда-то давно, еще в довоенные 30-е годы, когда туризм еще не был так развит, Сюда все-таки приезжали немцы отдыхать. И между немцами и словаками произошла драка, в которой победили местные. Они выжили немцев и поставили на пляже табличку «Словацкий пляж». А немцы ушли отдыхать на пляже Магрэм. Славянский пляж имеет общую протяженность около 1600 метров, шириной 20 метров. По пляжу постоянно снуют местные продавцы, предлагающие сладкую выпечку, кукурузу, масло для загара, ну и прочее. В целом, впечатление от такой обстановки, ну знаете, как вроде бы в России, никуда не уезжал. Но мы воспринимаем его таким, какой он есть. Вы видите, какая прозрачная бирюзового цвета вода? Дно здесь, видать, на большую глубину. Температура воды сейчас в конце июня, в начале июля, ну где-то 24-25 градусов. Вполне комфортная. К августу вообще прогреется. А температура воздуха 27-30 градусов. Вот горная гряда вдоль побережья, она защищает от ветра. И климат здесь довольно мягкий. За время нашего пребывания был только один ночной дождь, который, ну никак не повлиял на погоду. В принципе, всегда было сухо и жарко. Побережье славянского пляжа – самое тусовочное, самое шумное место. Здесь развита инфраструктура, масса различных развлечений. Славянский пляж – это центр Будвы. Вдоль него проходит главный пешеходный променад, жизнь на котором продолжается до глубокой ночи. На пляже есть участки с очень крупными камнями, от которых можно легко поломать ноги. Куда с детьми вообще не стоит идти купаться. Мы побывали на всех участках славянского пляжа. Ну и самые лучшие места, где есть песочек, это ближе к пирсу или же около стены старого города. Ну и пляж Магрен вообще без самых сомнений. Кому не так сложно идти, потому что это очень далековато, то лучше отдыхать на пляже Магрен. Ну и что тут купила, рассказывай. Полтора евро. Два евро. Три пицца. Пицца полтора? Полтора евро. Сейчас придет, не слышно ничего. Полтора и два. Вот это два, наверное. Тут на берегу полно всяких тесок, где продают душе. Для питания гамбургер. Ну и по пляжу ходит тоже человечек, который все продает. Но он продает сладкое. Как бы сладкое, это не хочется. А от третьего ничего не было? Только вот гамбургер... А у меня две руки, мама. И что, в сумку положить? Я тебе говорила, возьми этот целлофановый пакетик. Сама, у меня пакеток грязный. Ну что, у меня грязные. Ну вот. Такой вот. Все, приятное аппетит. Ай, разлетелись. Лови. У меня тоже повыкадывали эти огурцы пока шла. Чайки у них тоже не маленькие. Лови. 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 Продолжение следует... Ну вот и все. Вот такой коротенький обзор Славянского пляжа. А я с вами прощаюсь. Пока-пока! Славянского пляжа. Славянского пляжа. Славянского пляжа.